Троянская война Троянская война К сожалению, уверенность в том, что Гомер описывал не реальность, а лишь сочинял небылицы, сохранилась даже после впечатляющих археологических открытий Шлимана и Блегина. Микенская эпоха считалась реальностью, а соответствующий ей эпос – плодом сочинительства бродячих певцов. Мне представилось целесообразным реконструировать событийный ряд Троянской войны, не увлекаясь литературными красивостями и не следуя методам разрушающего анализа, который опровергает не только реальность этой войны, но и существование самого Гомера, вместе со всей эпической традицией, которая относится к его временам. Рапсодов, которые донесли до нас наследие Гомера, называли сшивателями стихов. Действительно, бродячие певцы ходили по древнегреческим полюсам, где после краха Микенской цивилизации каждая община жила своей собственной жизнью своими собственными героями и предпочитала хранить только свое собственное предание. Разумеется, это изменяло и порядок повествования, который предлагали слушателям бродячие певцы. От этого зависел их заработок. Но при этом певцы хранили общую линию сюжета, ничего в этом сюжете не искажая и не добавляя от себя. Они могли переставлять песни, они могли заниматься украшательством, но не хотели быть уличенными во лжи. И это позволяет нам полностью реконструировать ход Троянской войны, опираясь на единственную дошедшую до нас версию афинскую традицию изложения песен Илиады. Для афинян главным героем повествования оказывается Ахилл, но не сам по себе, потому что он афиняном не был, а потому что ему благоволила богиня Афина, по имени которой назван Великий Город. И поэтому в Илиаде песни переставлены таким образом, чтобы Ахилл становился главным действующим лицом, хотя большую часть повествования он остается пассивным. Ахилл появляется в начале Илиады, и торжеством Ахилла в поединке с Гектором Илиада заканчивается. Но при этом не заканчивается Троянская война, и мы можем далее реконструировать события, опираясь на фрагменты сохранившихся эпических произведений. Противоречия в Илиаде исправляются путем иного сшивания песен, чем нам представлено в афинской версии. А сюжет раскрывается путем снятия мифологического пласта и игнорирования всякого рода украшательств. На фоне восстановления исторического сюжета проясняется смысл многих элементов эпического цикла, связанного с Троянской войной. Мы видим перед собой своеобразную запись совершенно реальных событий, отстоящих от нас на 32 века. И это уникальный материал начала европейской истории, описанный столь подробно и литературно гениально, что гомеровский эпос цитируется там, где хочется показать высокий уровень образованности. Например, в относительно недавно вышедшем фантастическом фильме «Морской бой». Книгу можно купить через интернет-магазины или найти на прилавках обычных магазинов. Несколько ссылок для заказа книги я приведу в комментариях к этому видео. Книга будет полезна и интересна как специалистам, так и всем любителям древней истории. Ваш Андрей Савельев. Книга будет полезна и интересна как специалистам, так и всем любителям древней истории.